Все началось, все с резко уходят в пляжа, друзья. А вот туда, в сторону Лок-Витязя, мне кажется, народу еще больше, чем на других пляжах. Ой-ой, там до Лок-Витязи, туда дальше, на Тартугу, Венера, пляж, народу просто... Уважаемые отдыхающие, убедительная просьба не заплывать за буйки для вашей же безопасности. Какое количество людей одновременно отдыхает сейчас там? Кому-то не повезло, попадают на такое море и остаются отдыхать здесь все равно. Она должна выжить, вы прям должны в это верить, давай. Здесь на сухом песке места люди позанимали. Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас в поселке Витязево, зовут Юрий Озаровский. Вам всем привет, Черноморский. Начинаем мы сегодня повествование о нашем любимом поселке. Прогуляемся по параллельно, сначала мы стоим на въезде. Витязево в районе ЖК Кавказ, вот здесь он находится, неоднократно показывал здесь пляжные территории. И сверху здесь построено несколько коттеджных поселков, такие как Алрос Виллдж, Эден Виллдж и Вилла Сале, которым сейчас краски угрожает вот этот вот обвал. Посмотрите поближе, как это выглядит. Мы в прошлый дождь видели, как подмыло дорогу, подмыло прям вообще под забор одного из домов. Это все вы видели в телеграм-канале нашем. Но сейчас и здесь, сзади меня, видно, что идет эрозия почвы и продолжается разрушение этого склона. Кто разрешил, кто позволил. И что с этим будут делать, остается очень много вопросов. Вряд ли какая-то мощная подпорная стена сможет удержать всю эту землю, которая находится под этими домами. В общем, такого себе представить в страшном цене не могли. А оно уже происходит здесь сейчас. Ну а теперь поехали дальше. Витязево заедем к Джаннику. Уезжаем в Витязево. Здесь у нас поворот на Пионерский проспект. Всегда будьте внимательны на этом перекрестке, потому что по прямой не главное идет. Вы должны здесь ступать. Здесь у нас заканчивается уже строительство, обетцовочная работа. Я думаю, к следующему сезону на один корпус в этом месте станет больше. Вот так вот быстро все прошло и построено. Посмотрим, как благоустроят, конечно, возле Фиолета всю территорию, которая находится сверху. Хотя, мне кажется, здесь, возможно, еще один корпус появится к этой стороне дороги. По крайней мере, там какие-то работы велись. Людей мы видим. Температура воздуха 24 на 10 часов 33 минуты. То есть стало вот именно по бабьему летовскому такому нашему с утра прохладно. К обеду жаришка, к вечеру опять прохладно. То есть стабильная, межсезонная такая погода. В принципе, мы ей очень рады, что жара наконец-то ушла. И можно дома спать без кондиционера. В левую сторону у нас как раз-таки весь курорт Мираклеон находится. Здесь у нас Эмиральт и туда город Мира. Ну, это все технические такие моменты. Я думаю, что те, кто здесь отдыхает, и так эти места прекрасно знают. Мы едем по улице Горького. Проезжаем с правой стороны микрорайон. Лазурный. Здесь у нас в машине, я вижу, что она паркована еще много. Значит, сезон идет. Но это сама улица Лазурная. Впереди у нас наша любимая литиза. Здесь, конечно, красивые деревья с кибискусом. Выглядит очень классно. Деревья я их назвал, потому что они же такие большие. Вышли мне ростом. Все, что выше деревья. Хотя это, наверное, все-таки больше кусты. Здесь мы заезжаем Горького 63-31 к моему дорогому другу Джанику, его маме. Которые готовят вкуснейшие чебуреки. Мороженое, всякие разные вкусняшки. Куда вас, собственно, всех и приглашаем. Вот этот дом. Тут можно припарковаться и сходить во двор. Ну, либо во дворе поискать себе парковочное место. Заезжаем. Что-то мест как бы нету. Наверное, лучше там было бы парковаться. Вот в правой стороне у нас тут чебуречная. Здравствуй, дорогой Джаник. Привет, привет. Как твой ничего? Ничего, брат. Ты как? Потихонечку. Люди есть еще? В столбову, да. Это прекрасно. Смотрим, мимо проходят тут. Во сколько у вас тут наплыв начинается от туристов? У нас здесь перерывами. Знаешь, когда идут на море, потом, когда возвращаются. И после отдыха, ну, в ближай уже. Возвращаются опять. Пока так есть, слава помню. Там что-то мне передали. Показывай пока. А мы посмотрим, как тут, дорогая, наши тетя джемы. Приветствую. Сарминэ готовят вкусняшки уже. Чебуреки с мясом, сыром по 140 смешанные. 170 пирожки с картошкой, с капустой по 60. Хачебурри 150, самца 150, курник 150, пицца 200, хот-дог 120, гамбургер 200, сосекартисты 70. Вот такие вот цены. Вот так вот эта вся вкусняшка выглядит. Но также, во-первых, видите, тут мои любимые чебуреки написано, что можно посидеть. Джаник в этом году, видите, сделал какое прекрасное помещение. Ирочка, здравствуй. Здравствуй. И здесь можно также разнообразный вкусняшки еще взять. Здесь вафли по 150, мороженое 150, добавка по полотеннику и топпинг 30. Ну и вкуснейшее мороженое. Передали подарки через Джаник на Горьково 63, Дрэп 1, где вкуснейшие чебуреки готовят его мама. И, во-первых, от кого это? Так, ну, не везде подписано все, а я, извините, все запомнить тоже не могу. Ну, давай, где подписано, говори, что там. Пряник. И пряник, варенье. Это тесто такое, это не варенье. А, тесто. Мне уже далили в этом году такое, да. Спасибо большое. Это нам с тобой вот дефекчики. Чтобы мы толстели, я понял. Спасибо большое. И джанико. И ульяновска. От души ульяновска спасибо и ложечка. И еще что мы там видим? Магнитик. И с Калуги тоже. Ребята, спасибо вам огромнейшее за подарки от души. Благодарим. И спасибо, что передали чайджанико, да. Помахать, как вас зовут? Павел. Откуда? Владимир. Как вам здесь у нас? Можно и первый год здесь. Ну, я понимаю. Этот год интересует как? Ну, ветер. Мы только приехали. Два дня только ветер, дальше ветра не будет. Я, наоборот, этот ветер ждал все лето, чтобы вы понимали. Ну, я понимаю, что вы кататься на кайте. Да, вчера покатался, сегодня отходняк, и он в обед сейчас закончится. Буквально через час ветра уже не будет. А где отдыхаете? Два флагмана. Как вам флагман? Ну, я же там не первый раз, а нам нормально. Нам устраивают, как говорится, дешево и сердится, и отношения хорошие. Это прекрасно. Вам хорошо отдыхать, спасибо, что смотрите. По традиции у меня чебурек у джаник окурник. Я говорю, брат, пойдем, не будем кушать. Нет, давай пойдем, я только скинул 500 грамм. Ребята, я просто знаю, как долго мы будем с ним идти и сколько идти. Да ладно, наговариваешь, джаник. Следуя вашим моментам и своим, тут на чебуреке можно подсесть. И потом все, весь отдых своих есть. Так что будьте аккуратны, подсаживайтесь. По традиции самый вкусный и прекрасный чебурек. Поряжем там мясом, тестом. Классно. Кайф. Отзыв, как вам чебуреки? Точно? Точно. Приятного аппетита, спасибо большое. А мы тоже доели, но мы быстрее были, так как мы первые заказали. Здесь у нас еще наши люди насобирались тоже. Прекрасно. Мы выезжаем обратно от Горького, 63-1. Запомните этот адрес и приходите ко второму подъезду во дворе дома. Здесь у нас находится Азимут. Люди уезжающие с чемодами, как это грустно выглядит. И по улице Горького мы сейчас дальше будем двигаться уже параллель. Посмотрим эти места, я думаю, что тоже будет интересно. Обращаюсь ко всем пешеходам. Ребят, приходите в составе групп. А тут самая большая пробка, видите, сделала. Потому что у вас тут потоком, тоненьким ручеечком идет очень много. Раскачали и поехали дальше. С левой стороны у нас здесь магнит. Магнит-косметик открылся. Здесь у нас улица, по-моему, Перелог Цветоч называется, до Южного проспекта идет вдоль кладрища. Тоже большой такой райончик с гостиницами. Ну и да, мы с собачками. Тут хоть вот не валяется мусор, а нет, валяется. Это печалька. Красно-белая с правой стороны. Ну и здесь все. Мы двигаемся уже в сторону улицы Черноморской. Насколько пустынно и безлюдно эта улица. А в летний период времени здесь обычно людей гораздо больше, которая из Черноморской возвращается. Ну, прокат каких-то мотороллеров кто-то работал в этом сезоне. Уф, и какая пробка у нас на выезд на Черноморскую. Что там случилось-то? Все, мы доехали по пробке до Черноморской. Сейчас будем пытаться прорваться еще и к параллеям. Очень плотно едут машинки. Вот такое часто происходит. Но обычно днем тут пробок я не видел. Здесь по Черноморской много разных мест работает, где можно там купить вещи, пиво, продукты. В общем, продаются абсолютно все. Фрукты, овощи. С правой стороны здесь и винный магазинчик. Та же одежда. Раньше много тут раков продавали. Ну, а сейчас улица, в принципе, еще наполнена людьми. Ну, мне кажется, их все равно было больше. Ух, целое дерево погибло. Смотрите, жалко. Направо перевод Приморский пошел. И здесь вот с левой стороны я могу порекомендовать одну из шашлычных. Мои подписчики мне сказали, что вкусный шашлык там. Мы проверили, заказывали уже неоднократно. Блюда на мангале. Я, честно, ни разу там не был. Максим ездил за шашлыком. И очень-очень-очень вкусно. При нас пожарили. Мясо классное. И все мои домашние оценили. Как прям лайк. За рекламу никто не платил, ребятки. Это личный отзыв. Если вы там ели, то обязательно тоже пишите. И вот она. Впереди уже у нас пара линии. Здесь, с правой стороны, у нас гостиница Виктория с греческими колоннами. Блин, что-то дорога вообще здесь ушатанная. Я как будто по гладильной доске проехал. Это улица Рос называется. Здесь столовая в Носарго. И с правой стороны столовая номер один. И столовая Парфенон находится. Они здесь сделали такой навес из фонариков. Тоже очень красиво стало. И вот ни за чего пробка. Просто люди не умеют ездить. Ой, на параллели сколько людей гуляет. Но здесь курортный сезон все еще продолжается. Мы поедем до Женька и паркуемся там. Здравствуйте, как вас зовут? Надежда и Николай. Откуда вы к нам приехали? С Мурманской области. Ох, как далеко добирались-то до нас. Трое что-то. Молодцы. Как вам отдыхать? В гостином доме Парадиз. Великолепно. Очень хорошее место. Добродушный хозяин. Женя убрал пока пистолет, да? Очень хорошие вообще девочки. Кухня, все великолепно. На следующий год собираемся опять. Это прекрасно. Кому-нибудь может привет? Привет. Мурманску. Оленегорску. Оленегорску. Большой привет. От души. А вам хорошего отдыха. Спасибо. Спасибо. Этому человеку лайк. Да, да, да. Желаем всем, кто здесь проживает хорошего отдыха и отправляемся уже в сторону Паралее. Будем смотреть по сторонам, что там происходит, друзья мои. Здесь у нас проспект Южный. Машинами полностью заставлен. Вот это очень, конечно, парковка. Здесь уровень Бок. Я еле заехал сюда. Два раза пришлось крутиться, чтобы попасть. Здесь люди гуляют в трусах, с той стороны жарят шашлыки возле гостевого дома Алеша. Вы всегда пишите, что они очень вкусные и классные. Это прекрасно очень. Видите внимание, как у нас люди бросают мусор. Я вам хочу сказать, что здесь мусорка, допустим, вот возле остановки есть. Ну, просто лень нести до мусорки. Оставить мусорки на каждые пять метров, я думаю, что это неправильно. Капустница, бабочка. Вот так вам, друзья, тепло, хорошо. И от этого на душе классно. Впереди гостевой дом Валентина, который называется. Здесь проезд у нас Лок Нитрисон завелся. Тут у нас гостиница. Флагман, если не ошибаюсь. Медийная территория. С другой стороны открылось новое местечко, если еле там пишите, как вам. И Лакония. За ней находится магазин, детский городок какой-то и Дольче Вита расположена. Ну, а здесь отель Аброра. У них там какая-то анимация идет. То есть вот здесь почище стало возле Аброра. Прям красота, друзья. И мы выходим в район Параллеи. Здесь у нас вежуха идет, ну, маленькая. Сейчас там обычно больше. О, столовая номер один. Почти битком, ребята. Народу там прям много. Отзывы, они разные. Но мы, возможно, сегодня в конце нашей трансляции зайдем туда поесть. И центральный пляж, поселка Витязева. Это арочка Параллеи. С левой стороны с Людмилой Владимировной экскурсии предлагает. Ну, и выбор разных средств мобильности. Здесь прям в большом количестве. Слушайте, ну, людей много на Параллеи. Это круто. Тут экскурсию у нее находятся. Если вдруг вы хотите куда-либо поехать, номера телефона. Здравствуйте. Людмила Владимировна, ватсап и телефон. И можно посмотреть, что предлагают они. Это экскурсия от Реалтура. Ну, в принципе, многие мной лично проверены. И вы можете ими воспользоваться. Собственно, it's beautiful. Парень девушек на английском языке. Это она сказала. Людмила Владимировна на трансляции Джанику. Про экскурсии. Квадрацик у Юра катался на этом квадрике. Вот такая вот информация, друзья мои. Вы сами все видите, слышите. В том, что можно приезжать. Самое главное, приезжать. Ну и с Джаником продолжаем нашу прогулочку. Пойдемте, покажу вам место, где плели косички Кири. Чтобы вы точно видели. Здесь находятся точки по косичкам. Девочкам за прическу. Кири спасибо большое. И хорошая работа. Здравствуйте. Так что приходите к ним обязательно. За прическу вам от Кири привет и спасибо большое. От души. Хорошая работа. Дальше здесь и пилинг, фиши всякие разные есть. С левой стороны у нас парк Византия находится и океанарем. Вот так же замок Страх. Пойдем туда поближе подойдем и вам покажем, сколько там народу в очереди стоит. Прошлое видео я полно что показывал вам парк Византия, как он выглядит, как работает. Популярность посещения разных мест. Особенно, когда у нас погода немножечко ветреная, там с дождиком. То люди все ходят именно в эти места. Здесь мы у нас сфотографироваться с ребятами, друзья, прямо на параллели. Ну а тут большой тоннель на океанарем. Обзор его на канале вы можете посмотреть. И очень красивое оформление. Мне прям очень нравится. Местечко, что там интересного у вас есть? Там есть акулы, пираньи, мурены, скаты. Много физических рыбок. Там еще есть тоннельная часть, когда идешь вот так вот рыбки над головой. То есть там очень интересно. Сколько стоит? 850 взрослых, 700 детских. Дети до 5 лет до сих пор. Какие отзывы вот люди ходят, кто нравится, не нравится? Нравятся в основном все. Ну это прекрасно, хорошая работа. А до какого числа, кстати, работает? Океанариум работает круглогодично. То есть и в зимний период времени тоже будет функционировать. Так что если вы прийти к нам зимой, ребятки, то вам и здесь можно будет сходить, посмотреть на рыбок. Потому что их кормить надо. Так что приходите обязательно. Мы выходим на площадку, друзья мои. Сыроварник. Внодельная вальма здесь находится. Пинта, морской стиль. Фрегат. Вот сейчас я спрашиваю, где без громкой музыки можно посидеть, поесть. Вот это место именно подходит для этого. И смотрите дальше по кругу. Тут и развлечения, и магазинчики разные. Но я думаю, что многим это известно. Гавана мама, но уже не работает. Там также специи продутые. Мороженое пять шариков. Мы же отправляемся дальше по паралли прогуливаться и смотреть, как там наше море. С правой стороны сегодня мне уже присылали видео в телеграм-канал. Кстати, ребята, если вы хотите знать, как выглядит море здесь сейчас, сегодня, то первое, если вы отдыхаете у нас, присылайте видео мне в телегу. Там есть адрес предложки Юраус, это моя личка. И заходите, следите за нашей телеграм-системой оповещения о состоянии моря, вообще всех событий, которые у нас в Анапе происходят. Работает просто великолепно. Мне, по крайней мере, прям очень нравится. В общем, от души мы вас там всех ждем. Здесь мы проходим кафе Причал, который в это время не работает, так как сейчас у нас день, а днем люди особо не пьют. Хотя в прошлые годы он запускался очень даже рано. С правой стороны есть вот такое пространство, там караоке, море-бар называется. И дальше есть местечко, которое атмосферой называется. Тоже люди там в довольно-таки больших количествах приходят потанцевать, поесть. Собственно, почему бы этим не заниматься. Ну и здесь, смотрите, тоже небольшая площадь, любимая нашими отдыхающими. Вот только приехали беленькие еще, прекрасненькие. Посмотрите, сколько людей гуляет сейчас по параллели. То есть сезон заканчиваться не думает. Посмотрите, цены на шашлык в атмосфере. Допустим, мякоть по 97 рублей тут предлагали. То есть ценник вообще как бы очень-очень дешевый. Если ели мясо, напишите, как он. Хинкали хачпури справа, с левой стороны фрукты, овощи и столовой якорь находится. Дальше у нас кафе Ван расположено. И шашлычок жарит мужичок. То есть очень-очень-очень любимое нашими дорогими отдыхающими место. Я, когда я в прошлые разы заходил, много людей сидит, отдыхает. Ну, это прекрасно. Если честно, когда людей мы видим столько на отдыхе, довольных и счастливых. С этой стороны у нас хинкали, пицца кавказская, шашлык кавказская, европейская кухня находится в местечке. Тут тоже вот все работает в этом сезоне. Фрукты, овощи. Тут разговариваются, развиваются точки. Единственное, что с ценниками беда. О, смотрите, персик по 150, нектарин 150, 300, инжир 300. 250 виноград и по 150 есть виноград. Хороший даже ценник, могу сказать. И тут еще одна часть прогулочной улицы. Туалет с правой стороны, одежда, вещи разные. Вот в этом году популярная майка. Я даже пару раз фотосессии проводил именно в такой. Кстати, ребята, если вы к нам еще только приезжаете, приглашаю на фотосессии. Места есть, буду от души рад вас пофотографировать и заработать еще немного денег. Так что приходите. Здесь изделия из кожи продаются. Всякие разные, классные. Так что можем вам их советовать. Ремень на мне в этом году подрезали здесь. Ребятам за это спасибо. Теперь стало гораздо удобнее ходить в этих вещах. Ну, тут люди, отдыхающие на скамейке, скамейки стало прям очень много. Они в ряд буквально стоят на параллели. Новые мусорки подвезли. В общем, все делали, чем и красиво для вас. Здесь продают шаурни. И мы выходим на еще одну площадь, которая перед кафе-встречей находится. Если вы, кстати, отдыхали в каком из заведений, напишите, где вам больше всего понравилось. Музыка, отношения там и так далее. Меридиан, там Грин находится, Абсолют. В общем, так выглядит вся эта территория перед кафе-встречей. Ух, а людей-то еще много. Шарики тут полопать, призабойки есть. А также кокодилы, рыбы, рептилии, экзотические животные находятся. Вот тут змея такая большущая. Уф, боюсь я змею, честно. Ну, как не боюсь, не нравится они мне. Виртуальная реальность и люксор. Дальше расположим. Видите, как классно отдыхают люди. На скамейничках с мороженым все. Крутая тень. Но такого вот какие-то детей манкетерские не советуют. Хотя, не знаю, может быть и полезно это. Вату крутят, мутят. Далее аптека. Дочка кофе. Выпечка с шаурмой от Мамамии. Бистро предлагают. Ну, а с правой стороны Горинбард находится, друзья мои. В общем, паралия. Для тех, кто любит отдых здесь, видите, зила является самым главным местом притяжения. Хотя, общаясь с подписчиками, которые приезжали в этом году, они говорят, а где у вас тут развлекаться? Первые на паралии были? Тоже говорят, нет. Я говорю, да ладно. Сходите обязательно. Как гипе есть на обзоре. Здесь, с правой стороны, у нас вещи продают. И Росикс работает. Хорошие отзывы о нем. По примеру плохих я не слышал. Посмотрите, что там происходит. Здесь Орион. Там Эмиральд. Тут Этаки гостевой дом находится. Слушайте, вот скажите, что сейчас осень уже. Седьмое сентября. По-моему, еще кажется, что сезон не закончен. И люди довольны. Единственное, мне кажется, чуть потеплее стали в одежде. Потому что все вообще тут в купальниках ходили. Здесь мужики жарят шашлыки. С левой стороны кубанский. Вина продавица и Орион. Доходим до знойно-серебряной улицы, друзья мои. Вот по прямой там вообще-то сколько там людей. Прям вау. Смотришь и удовольствие. Прям красота. Туда у нас на улице светлую можно пройти. Гостевой дом в Сопгрант. И Людмила в Азадах. Одежда и игрушки еще присутствуют. Но не в таких больших объемах. С левой стороны узбекская кухня. Фонтанчик. Это место называется Китайка. Если отдыхали или ели, танцевали, где-либо, может быть, и там пишите. Ребенка кто-то тут оставил, забыл. Эх, друзья мои. Какая красота, что-то витязел на параллели. Как хочется, чтобы здесь убежуха шла в полной программе. Круглогодичного, к сожалению, в ссором времени закроют пальмы от холодов и выразиваются из-за своих домов. Тут тоже продают и парфюмы, и серебро, и золото, и мороженое с коктейлями. Ну и очень много разнообразной одежды. Выбор здесь ее крайне большой. Дюна, пансионат находится. Подписчик мой отдыхал в этом году, говорит, там прям классно. И с левой стороны веранда. Кавказская, японская кухня. Здесь, смотрите, молочные коктейли, кофе и Олимпия. Жареные морепродукты, разные вкусняшки, ребятки. Жарят. Мы в этом году пробовали у них барабуля, было очень вкусно. Дальше выпечку продают, ребята. Аромат в зоник, конечно, стоит такой прям стойкий. И дальше дары Черноморья и побережья, разные специи. Смотрим панораму, как здесь выглядит все. Бум, совсем классно. Привлекательно для тех, кто еще только собирается к нам на отдых. Ведь она получше место. Видите, лучшее место в Анапе. Такая вот тавтология, но я думаю, что будет привлекать нас. Здесь с левой стороны очень вкусную чучихайлу продают. Пробовали ее неоднократно. Вкусно, классно. Приходите покупать обязательно. Я вам от души советую. Дальше разные вкусняшки. Еще рыбные, мясные, сырные. И под окромузычку у нас проходят наши отдыхающие, кто идет с моря. Здравствуйте. День добрый. Мы стали вас увидеть. Как зовут? Дмитрий зовут. Это кто? Это Роман Сын, старший Виктор. Откуда вы? Как вам у нас? Отлично. А где? Бываем. Нет, где отдыхаете? Здесь на Красноармейской. И как там? Отлично все. Ну, Красноармейская номер? Один. Почем? Три. Три тысячи за комнату. На сколько человек рассчитан? Еще суток. Вообще на шеф рассчитан. То есть, в принципе, очень хорошая сумма. Очень хорошая. В бассейне есть. Все. Ну, немножко далековато, но это мелочи жизни. Так, что такое немножко далековато? Вы идете, дышите морским воздухом. Левки раскрываются. Это самое главное. Ну, для кого-то это просто весомый. Поэтому такой акцент. Ну, зато цена какая приятная. Море как сегодня? Здесь зеленовато. Ну, так здесь зеленовато. Ну, я как бы... Я имею в виду, если уезжать чуть дальше, не на столбу, или куда-то, туда-туда, там. Чистая вода. Ну, это прекрасно. Вам хороший отдых. Спасибо, что смотрите. От души. До свидания. Пока-пока. Вот как важно и приятно получать информацию именно от вас, друзья. Всегда делитесь ее, собирайте и рассказывайте нам, чтобы вы через экраны могли ее потом узнать. Здесь фрукты и овощи еще продают. Видите, как в Бойково ребят идет торговля. И это, на самом деле, тоже очень хорошо. С левой стороны у нас пак аттракционов такой-то. Здесь шашлык, пиво теное. Здесь просто надеваю. Очень быстро работает. Отлично. Да, мы просто, чтобы тебя точно зафиксировать. Курюк забухаете, да? Да, да, да. Ну, давай. Покажи, как это делать. Покажи, как это делать. Покажи ценник, ребят. Вот так, познакомились с бутылочкой. Не одеваешь, время идет у вас. Сам ган торпится. Познакомиться, главное, с бутылочкой. Все, одел, бутылочку добрал. Вот это счастье, вы любите, слушайте. От души хорошего отрежу. Здесь кафе столового Виктория находится, ребята. Можно прийти к ним поесть. И это прекрасно. Слушай, сколько его сдаю, он постоянно просто одевает. Просто одевает. Детская зона здесь одна. Вторая. Соки, вода, мороженое. Так, здесь ничего. Из-за пляжа вот этого листового дома не появилось. Территория. Очень странно. Ну, в принципе, для нас там, возможно, даже было и лучше, чем. Если бы в втором формате все это работало. Как приятно любить. Довольных, сидящих людей. Чувствовать заходящий тенечек. Немножко даже как-то прохладно. Такой житерок по спине продувает. У меня только юр 300 рублей. Мужики кайфуют. Здесь шашлыки, наливайки. Ну, и также кафе, бар, ресторан. Я не знаю, тоже с танцами и всем остальным. Ах, друзья мои, друзья. Посмотрите, какая вокруг красота. Здесь мы лимонад, коктейли, кофе пьем обычно и мороженое берем. На параллель, кто отдыхает, всем эти места советуем. Потому что, ребят, только хорошие отзывы. А где третье? Все? Здравствуйте, ребят. Все разъехали, подамал. Все? Почему? Здесь всякие разные сладости. Магазин продукты находятся. И мы подходим уже к карочке параллель. Но на этом вся движуха здесь еще не заканчивается. Она и туда дальше продолжается. Выпечка, булочки, вкусняшки. Дальше пив-бар. Проходим дальше. Здесь чебуреки вкуснейшие жарят. Дальше рыбка и всякая вкусняшка. Тут, ребята, всякие напитки еще покупают. И мы потихоньку выходим на пляж. С другой стороны кексы. Не забывайте, можно купить пять штук за сто рублей. Одна штука вообще стоит двадцать пять рублей. Здравствуйте. Кексы, пончики вкусненькие. Далее, ребятки, мы выходим. Здесь, ребята, миди готовят. И разные напитки. Ну, а тут мы пробовали с вами акулу. Говорят, было прям очень вкусно. И те, кто хоть и нас приходили, им тоже понравилось. С левой стороны люди сидят, отдыхают на бывшем Тайхаку. Сейчас эта зона абсолютно свободна. Опять ты не работаешь. Слушай, твою акулу потом столько людей похвалило? Расскажи, что у тебя еще осталось в этом сезоне. Видно, что ты уже заканчиваешь. Что почем? 190-100 грамм любая рыбка. Кроме катрана. А катран почем? 300 рублей 100 грамм. Вот так вот, ребятки. Китрана мы пробовали. Он был прям очень-очень и очень вкусный. В чем дело? Почему ты не отвезешь за 300 рублей у нас на кипарисовой воде? Один говорит, на чем, на вафлях, другой говорит, на коптилке. У вас машин нету? Ребят, приходите, покупайте рыбу. Они не могут купить себе машину. Добрый, еще раз вам привет. Тебе не стыдно? Еще как? Я тебе машину там отвези, пожалуйста. Хочешь, я отключить дарки и сам поедешь. Нам только что предлагали за 300 рублей, чтобы на кипарисово озеро. А ты даже за 300 рублей не ведешь. Слушай, мы сейчас будем с тобой тут ругаться. Ну давай, выходи, что ты спрятался, да? Как тебя зовут? А сколько годиков? О, ты уже взрослая, тем более. Можно вот прямой эфир. Вы что, идитесь. Да есть, вон они мая. Иди сюда, кулу попробуем, давай. Да не бойся, я тысячу раз так делаю, иди сюда. Вот, смотри, вот этот кусочек дай нам руку. Да подожди, я тебе клянусь, ты вкуснее рыбу не ела. Дай кусочек ему и кусочек ей. Сейчас он ножик возьмет, отрежет, все будет хорошо. Да, вообще без проблем. А где у нас отдыхаете? Ну рассказывай. Я забыла. Кто тебя зовут, Алина? Нет, где мы отдыхаем, как он называется? Да вы все, идите, мы ее доведем, не переживайте. Не надо. Нет, я про отель. Ну вот про Эли. Серьезно? На улице Мира. А, ну Мира она длинная, там можно час ходить туда, бродить. Попробуй, пожалуйста. Не бойтесь. Ну если я слягаю? Не бойся, найдешь меня, я тебя буду лечить. Бери ручками. Ребята, вы можете тоже подойти попробовать? Она должна выжить. Мы прям должны в это верить. Давай. Я в прошлый раз, когда я попробовал, я понял, что вкуснее эта акула, никогда ничего не ел. Ну и... Ну вообще вкусно. Ну так кушай нормально. А, ну жирная. В смысле жирная? Где ты там жир увидел, это рыбий там чуть-чуть присутствует. Давай, кусай нормально. А ты просто сверху один жир грызнула. Я не могу. Почему не можешь? У тебя рот не открывается, и что? В чем проблема, собственно? Ну вообще вкусно. Она очень соленая. Соленая? Ты что нам соленую рыбу подсунул? Ты зачем ее посолил? Ты где ее вообще отловил? У меня правда соленая. Пойдешь с нами на море купаться? А я уже... Татьяна. Татьяна, это прекрасно. Вы с нами пойдете на море купаться? Нет, я работаю в морепродукты, возьмем простыни. Я барабурлю жарусь. От души, вот хорошая работа. Здравствуйте, очень приятно. Мир, нравится. От души, вам хорошая работа у нас. Спасибо. Отец, вам большое спасибо. После этого форс-мажора мы двигаемся дальше. Ну какие красивые девушки были в глазах. Я просто понял, что не могу я пропустить, чтобы акулой не угостить. Ну и мы двигаемся дальше к морю. А там, смотри, что все затягивает тучами. А как я сегодня фотографировать буду? Вот это да. Сапсан, фуд, кофе, бак. Короче, с правой стороны здесь, как бы сказали, частная территория, поэтому все работает. А с левой стороны все почти позакрывали именно фуд. То, что с едой связано, развлечения. Ну вот такая вот информация. Раньше было, конечно, повеселее по вечерам приходить на параллель, сейчас этого, к сожалению, нет. Так, друзья, оригинал. Вылетим какой-то есть. Тут дальше еще пляжные принадлежности. Тут батуты в этот день прекрасные, не накачали. Я так понимаю, что, скорее всего, уже все идет к закрытию тоже. Ну и тут чебуреки и разный фастфуд. Дальше у нас есть туалет и душ. Да, все, уже не актуально даже показывать с левой стороны батута, потому что все позакрывалось. А жаль. Туалеты здесь, душ находится. Ну а дальше мы потихонечку уже двигаемся к пляжику. Пена и дискотека здесь. Это прекрасно. Вот смотрите, как здесь красиво. Нам это прям очень нравится, ребятки. Песчаная наша подложка, пляж. Видите, как далеко дюны. Если бы не вот эти все еще строения забора, то пляж здесь выглядит вообще великолепно. Вот эти бары у нас работали, больше не работают, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы они и дальше радовали наших отдыхающих. Но теперь это просто навеса до конца сезона. Не разрешили работу в этом году. Здесь шезлонги сдаются. Также отельные находятся. И вот эти вот все шезлонги в ту сторону стоят аж до Лока Витязь, а в ту сторону до Бригантины. Всю территорию именно под сдачу. Ну, либо каких-то отелей. Здесь у нас пирс находится. Шезлонги здесь по 400 рублей, кстати. Если вдруг вы приедете к нам на отдых. Ну и здравствуй, пляж Витязь. Блин, море-то зеленое походу. Эй! Вот количество людей на Каламарине очень радует. Там их прям много. Но море совсем сегодня не радует. К большому сожалению, здесь зелено. Печально. Ну, как есть. Господи, посмотрите, что там происходит. Дорогие мои друзья, на календаре 7 сентября 2024 год. Вы просто посмотрите, что происходит на пляже Киакуамарин. Какое количество людей одновременно отдыхает сейчас там. Вот это да! Вот это круто, друзья! Хотелось бы, чтобы вы приезжали все к нам и наслаждались обстановочкой. Кому-то не повезло. Попадают на такое море и отдаются отдыхать здесь все равно. Хотя можно пройти влево-право и чистое море. Собственно, чем мы всегда и пользуемся. Мы сейчас с вами до пляжика Каламарин дойдем. И я вам все это покажу, как говорится, лицом к лицу. Сами все посмотрят. Где-то люди собрались на экскурсию на теплоходе. Который вам советую поехать. И это делайте обязательно. Не сидите, говорится, просто на попе. Потому что можно в путешествии наблюдать очень много интересных разных мест у нас. Мы идем в правую сторону сегодня. Посмотрим, как выглядят непосредственно пляжи до улицы Мира. Здесь на сухом песке места люди позанимали. Отдыхают. Наслаждаясь всеми этими моментами. И тут, я так понимаю, стринги прям мега популярны. Ну а дальше, несмотря на то, что заходят у нас тучи, люди еще здесь поддыхают под солнцем. Хотя сегодня вроде в прогнозах дождя не было. Здесь отписано, смотрите, начинаются водоросли. А дальше водичка становится все более и более чистой. Температура воздуха, я думаю, на пляже будет интересно посмотреть вам, сколько. Бать! Сейчас достанем градусник. 29,8. Круто. Тут мы видим, что водоросли кончились. Водичка становится все чище и чище. Давайте здесь, как мы ее замерим, ветер с берега и море немножко прохладнее, чем хотелось. 31 показывает на солнце. Обратите внимание, сколько людей здесь загорает. Ну и, собственно, Джаник нас ведет трансляцию, ему благодарочка. И сколько людей на пляже отдыхает. Красота. Собственно, чего и хотелось бы нам. Как вас зовут? Меня Николай, Алёна. Здравствуй, здравствуй. Сейчас, секундочку, еще раз. Николай, Алёна. Желаю, это спасательный. Еще раз, как вас зовут? Николай. Алёна. В Москве. Наши постоянные баспички остановились в валюте. Сколько платите там? Нет, 3 тысячи сутки. За номер на двоих? Довольно. Да, нормально. Бассейн как у них? Бассейн отличный, хороший бассейн, туда грел. А что дальше не почти? Я смотрю, там водичка почище. Не, Юр, мы вот как здесь привыкли, мы там снимали. Ага. Вот, ну потом подойдем. Неудобно. От души. Очень приятно. Выходить, сфоткаться давайте? С удовольствием. Да, еще можно. А фотоаппарат чем, на что? Сейчас я. Берите, я не уберу. Так, и температура моря 25,8, ребята, показывает. То есть, в принципе, все хорошо, но заходят тучи. Это меня, конечно, беспокоит, чтобы никакой ураган не пришел, молниями людей здесь не пострадали. Уважаемые отдыхающие, убедительная просьба не заплывать за буйки для вашей же безопасности. Это важно, ребята, не заплывайте. Как вас зовут? Здравствуйте. Юрий Иванович. Юрий Иванович, очень приятно. А где вы отдыхаете? Видите себя? Мы, как это, в Нимайке, Джамайке. Ага. Адрес, я не знаю, 14б. Я к друзьям приехал, со служитцем. Ага. Мы на Украине все воевали. И здесь свое дело имеют. Вот я пригласил. На Украине, надеюсь, за нас воевали? Ну как? Они же за нас воевали. Ну кто его знает? Я что, точняю? На всякий случай. За нас, за нас. Ну дай бог. Парни бравые, уже все израненные, все. Больше не поедут, ведь все уже, не терпелись, навоевались. Но двое как бы опять собираются. Каждый день созваниваются, друзья там говорят, что отсюда все, как ладно, мы приедем. Вам хороший отдых, спасибо, что смотрите от души. Как вас зовут? Меня зовут Евгения. Меня зовут Юлия Иванович. Так, откуда вы к нам? Коснодар. И как вам у нас? Все отлично. Коснодар уже ближе в Туапсе, а вы к нам приехали, да? Да, мы сюда приезжаем практически каждый год в пансионат Андерсон. Поймали. Обязательно здесь. Все нравится. Туапсел. Хорошего отдыха. Скиньте, пожалуйста, фотографии. Давайте. А вас как зовут? Меня Ксюша. И? Николай. Откуда? Я из Якутии. У меня минус 50. Да мы все из Якутии. Я думал, вы не вместе просто. Да, местные. Местные. И смотрим на то, как отдыхают наши дорогие отдыхающие. Места между ними найти можно. То есть сказать, что все совсем забито. Я не имею никакого права. Так что, ребята, ждем вас еще на отдых. Действительно, чем дальше проходишь, тем чище, чище море становится. Как же это прекрасно, когда ты видишь его в таком состоянии. Просто красота и желание сюда возвращаться, приезжать и морем наслаждаться. Ну тут, видите, свободная зона образовалась. Это за счет того, что здесь техническая зона. Зато море какое, а? Вот видите, от водорослей отошли чуть в сторону. Здесь уже все по кайфу становится. Собственно, как и должно быть, а? Это уже просто-просто фантастика. Смотрите. Вот это чистота моря. Вот это красота. Как приятно смотреть, когда пляжи полные. Ведь вчера был на благе, там вообще такая пустота. Я думаю, в сравнении видео вы все это видите. Всем, кто, ребята, к нам приехал, у нас отдыхает вам. Желаем хорошего отдыха. Находите чистую водичку. И тогда у вас будет прям отдых прекрасен. Я в этом прям очень-очень уверен. Здесь катамараны в аренду сдаются. Ну и, собственно, дальше опять водорослей кусочек. Это мы на пляж мира уже приходим. Шезлонгов свободных просто куча. Уже могли в конце сезона ценить, снизить на них, чтобы людей на них могло отдыхать побольше. Глоба вообще идеальная. Ну мы показываем все по правде, все как есть. То есть тут выдумывать нечего. Не хватает в этом видео только конкретно тебя. Того, кто смотрит его. С той стороны сидит и думает, приехать на Зеленое море на поле или нет. Ведь это не критично. Ведь вы можете вот чуть-чуть пройти в сторону и найти чистую водичку. Вот это вот так вот и происходит постоянно. Туда дальше просто невероятная количество людей. Хотя почему? Вероятно, мы представляли, что сегодня будет именно таким. Вот подросты кончаются. Моря все чище, 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 чище. И людей все больше, 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 больше. Вот такой вот он отдых в этом 2024 году. Круто. Это от Идеала, 7 адмиралов, друзья. Проход к морю. И мы с вами наблюдаем, как происходит увеличение количества людей в зависимости от чистоты моря. Ой-ой, там Долока, Витеси, туда дальше, на Тартугу, Венера, пляж. Народу просто очень и очень много. Посмотрите, море стало чистым. Температура 25,8. И людей при этом стало гораздо больше. На счастливые лица людей, я надеюсь. Ну или кто-то спит даже на море в основном. Я рада вас за всех, кто смог приехать. Пляжи тут чистые, море тут чистое. Людей, вот кстати, стало опять чуть поменьше. Не могу понять, с чем связано. То прям плотность большущая, то опять свободные места. А, здесь опять техническая зона. Люди отходят. Подача от звукового сопровождения. Водичка разная. И когда говорят, что все плохо на одном пляже, неужели все, везде водоросли пошли. А тут оказывается, больше выдумывают они. Как вам водичка? Вызывает желание приехать или нет? Я лично вас прям очень хочу здесь видеть. Поэтому соглашайтесь, приезжайте еще. Если кто-то не отдыхал, сейчас все становится гораздо дешевле. И поэтому вам здесь будет прям выгодно отдыхать. Вот он, выход с мира улицы. Ну, я думаю, может быть, нам все не на мира пройти, а на лог, витязь, заодно по снимать дачу. Вот, пожалуйста, он опять водоросли. Ребята, все кто платит, чистая моря. Смотрим на пляжи, которые находятся у нас на параллели. Там муравейничек. И смотрим на пляжи, которые находятся с правой стороны. И там тоже. Очень и очень много людей. Вот так вот. При этом, ребята, стою на мира. Тут водоросли. Там вот чистое море. Я остановился возле них. И вот туда дальше, смотрите, тоже чистая водичка. Чтобы вы поверили, приближу. То есть вот они, водоросли заканчиваются. Чистое море пошло. То есть гуляйте, смотрите. Чистые места есть прямо рядом с вами. Ладно, Джаник не хочет уходить. Ребята, здесь пойдем пройдемся по этому проходу уже на мира. Но, конечно, как же там классно. Сколько там людей еще отдыхающих. Это просто великолепно, друзья мои. А вот туда, в сторону Лок Витязя, мне кажется, прям народу еще больше, чем на других пляжах. Посмотрите, сколько их здесь. И море там чистое, солнце классно. Море 25,8, воздух 31. Если вы еще не отдохнули в этом году, приезжайте обязательно, друзья мои. Мы вас очень-очень ждем. Фантастика. Спасибо всем, кто с нами, кто отдыхает в Вике Диван. Ошибался. Шонзлонги по 500 рублей. Лонз диваны за 200-400. Это если от 5 дней вы берете. Тоже наши люди. И это прекрасно. Джаник 130 танцует. Ой, лучше прощения. Давай, Джаник, подвигай попой. Смотри, люди танцуют. Молодцы, так и надо. Хорошего отдыха. Пойдемте дальше, ребятки. Юра, привет. Здравствуйте. Здесь и здесь. Наши люди подвигают. Короче, через осень приехало очень много подписчиков. Ребята, вам всем спасибо. Симон Мирова, ты в пляж. Вот он, впереди отель. Он есть на обзоре. Рядом Идеал тоже есть на обзоре. Смотрите на всех площадках страны. В общем, они есть везде, друзья мои. Так, друзья, с левой стороны с пляжа база отдыха Витязева выходят люди. Там детский пляж, я показывал с левой стороны. Здесь у нас лазер так находится, а там туалет работает. И наши великолепные дюны спасем. Беги, бери, быстрее. Мяу, мяу. Все, и больше не бросай. Бросай, пускай побегает за них. Кто, она вон оттуда прибежала с дюн. Мяу, мяу, пишет. Вот так еще и доброе дело сделали. Все началось, все срезко уходят в пляжи, друзья. Что творится? Все нормально. Обед, ребята. Пара. Вот чуть-чуть поднялся на дюну, чтобы вам показать поток этих людей, которые сейчас уходят с пляжа. Завтра ветра не будет, будет еще жарче ощущаться вся эта погода. Ух, красота. Кто-то даже здесь прям загорает. Песочек просто пушинка. Вот если вы не ходили у нас по песку, обязательно сделайте это босиком, потому что прочувствуйте его. Особенно сейчас, когда он не горячий, тепленький. Прям ощущение невесомости в ногах появляется. Бар тут работает у ребят. Ну и, собственно, дальше Джаник у нас уже ушел со всеми людьми. Ну и здесь у нас улица Скифская, друзья мои. С отелями, столовыми. Кстати, смотрю, что некоторые вот магазины уже позакрывались. Давайте спускайтесь уже. Здесь, конечно, людей раньше больше ходило. Сейчас-то все-таки сезон к концу идет, заканчивается. Как ни крути, хоть видно, что еще людей много. На сегодня еще и выходные. Это приехали наши Край. Вот как девушки встречались в Краснодаре. Наши подписчики на отдых, чисто на выходные. Ну и есть те, кто еще приехали надолго время к нам отдыхать. Мы всем желаем, чтобы у всех все получилось именно так, как вы об этом весь год мечтали. Вот, видите, полностью закрыли производственные мощности. Ну и дальше у нас столовая. Гурман называется. Сквозь них мы пройдем, посмотрим, как здесь работают они. То есть, людей много. Сынники я вам сейчас тоже покажу. Несколько касс работают. Ну и очередь стоит. То есть, все довольно-таки популярно. Сынников можете видеть, что предлагают это из десертов. Дальше вторые блюда. Если что делаете на паузу, читайте внимательно. Я надеюсь, что вам все максимально крупно смог показать. Речка по 70 гуляж, по 45, окрой, что 135, борщ за 105 рублей, по 185. В общем, такие псяненькие. Мы с вами сегодня еще отправимся в столовую номер один. Все-таки я решил, что перекусить хочется. Поэтому пойдем попробуем, что там готовят. Выходим на улицу. И здравствуй. Улица Мира. Это Скифская, как вы помните, ребятки. И дальше будем уже продвигаться непосредственно туда дальше. Здесь работают, ребят, в разных выпечках. Хачекури, глины, сладкие сыпьи. Дальше жарят шашлыки. Вообще, таким выбором креветки, темпура, кальмары под 200 рублей, с которым он пивасик предлагает. Ну, а тут креветки еще есть. Здравствуй, дорогой. Мы наконец-то и креветки увидели. Волшебные креветы. Волшебные? Здравствуйте. Волшебные. Кто кушает, становится холостым. Это вы? Это вы? Это вы? Это, слушай, как-то девочек звучит. Девочек звонится, спрашивает. Я приходил, тут девушка какая-то была, у тебя не было? Привет, да. Да. А ты где был? Давай поговори по-честному. Ружусь так никогда. Так это ж королевский. Ты, короче, работаешь в начале сезона и в конце, да? Вот, в конец сезона тоже. Ты видел такие? Видел, видел. Красивейшие, прекрасившие. Так, королевский, привет. Вот. О-о-о-о. Серьезно, задел. Нет, так надо заснять было. Мы все засняли, не переживайте. Махито, ребята, это красиво. Эй, похожий, проходи. Эй, пока не получил. Вот это место хвалят. Красная кофемашина, ребята, если что, запоминайте. Кофеечек, говорят, там прям очень вкусный. Куссы, стрижки. Ну и всякая разная вкусняшка, ребятки. Потихонечку все еще продается. Ну вот у меня стойкое ощущение, что сезон продолжается. Я бы не сказал, что людей совсем нету. Я в летний период тут бывал, встречал гораздо меньше народа. Но сейчас смотрю, что прям все очень и очень хорошо. Фрукты, овощи, ребята, продают. Разные вкусняшки с холодильничкой. Там и тут еще немножко осталось. Пройти по этому рыночку здесь. Жарят. Барабулька по 280, меди по 230. Ставрида по 200 рублей. И также наливные напитки. Тут, ребята, тип открыли. Дальше шляпки, одежду всякую разную продают. Всего очень много. Джаник, ты настоящий уже блогер, да? Да, пошел ты. Проходим еще немножко дальше. Здесь еще одна такая же мангальная зона. Гирл готовят, ребята. Морожка, пять шариков. Если вы что-то где-то ели, не стоит это повторять. Обязательно рассказывайте, где вам что понравилось. Вот тут уже красивее становится. Трапуар появился. И дальше пиво разливное. И всякие вкусняшки продают. Аптеки, сладости. Или прям сигареты. В общем, не курите при этом. Советую. Ну и тут тоже много-много-много всего. Фрукты, овощи. Что-то в этом году ни разу не спросил, почему-то кукуруза две штуки за 150 рублей предлагает. Дальше здесь еще одна небольшая столовая. Акция все по 98. Шашлыки, пиво. Ну и тут люди тоже имеются. Это хорошо. Тут ребята фото делают на память. О том, как отдыхали нашим любимым Витязевым. Красота. Чего? Здесь только нет. Посмотрите, как вы с той стороны смотрите. Вспоминайте, как здесь сами гуляли. И ловите все эти позитивные, все классные моменты. Это здесь тандыр, выпечка, шаурма. И остальные разные вкусняшки. Ну и тут еще шаурма. В общем, еды стало, по-моему, гораздо больше. На проходе на этой улице одежды поменьше. Это у нас также знойная улица. Туда дальше проход к морю. Вот видите, я вот думал, все-таки может туда уйти. Но Джанин говорит, давай пойдем сюда. А то много ходить я не могу. И посмотрите, сколько людей идет именно оттуда. Это прекрасно. Пиво на розлив. Акция по 60 рублей предлагает. Круто. Что я могу сказать. И дальше на знойную улицу мы уже выходим. С правой стороны еще здесь работает тактурик. И двигаемся дальше по прямой. Тут мы переходим к гостиному дому Ильяда. Ну, ребят, в этом году ели шашвычок пробовали. Было довольно-таки вкусно. Продолжают еще жарить. День добрый. Добрый, добрый. Как у вас работа продвигается? Еще очень даже хорошо. Силы есть еще на конец сезона? Есть. Почем сейчас шашвычок? Расскажите нам. Шашвычок по 140. Курица по 110. Парашик по 400. Кто еще есть? Остался от сыр. А вот эти вот кроветки? Кроветки это по 290-100 грамм. Понятно. Вам хорошая работа. Души привет. И пойдемте дальше, ребятки. Столовая хорошая, вкусная. Советуем. Комплексный завтрак-обед. 189 за завтрак, обед за 249. То есть цена вообще прям звучит вау. Вот так вот, друзья. Здесь гостевой дом Патра, ребята. Здесь у нас Роман в этом году взял его в аренду. Там у них креплили на территории были. Не знаю, как еще работают. Нет, но машина тут стала чуть-чуть поменьше уже. Мы, в любом случае, желаем хорошей работы. Смотрю, что в номерах вроде еще люди есть. Если вдруг вы кроме приезжали, отдыхали, напишите об этом обязательно. Ребятки, мы проходим по трудаче. Здесь фрукты, овощи продают. Выставка всяких сувенирчиков, там все остальное. Вот тротуарчик. Следующий гостевой дом Марина называется. С этой стороны мы видим подписанную вывеску. В принципе, здесь все работает хорошо. Туда у нас французский квартал находится. Мы встречали сегодня подписчиков. Оттуда им привет и хорошего отдыха желаем. Говорят, что бассейн что-то у них там закрылся. Жаловались на это. Люди приехали, говорят, хотим отдыхать. Но это золотое руно. Здесь у нас жарят шашлычки. То есть, вы можете прийти закатать. Вот адрес он уже неоднократно у нас был на обзорчике. Здесь до сих пор работает бассейн. И очень-очень хорошие отзывы о нем желаемым. Чтобы у них все так дальше и происходило. Здесь блинчики предлагают. И дальше золотое руно столовое. Есть мороженки. Такие вкусняшки. Коктейль на 4 за 200 рублей. Можно, например, взять. Ну, дальше еще одна футзона. Мы тут, получается, по мере идем с одной футзона. Перетекаем в другую. Это напротив гостевого дома Бавария. Потому что пока еще не жарят. Но тут уже что-то едят. Может быть тоже поработают так же на заказ. И дальше гостевой дом Астория. Астория у нас есть на обзоре. Тоже хороший отзыв. Занимает вот эту всю сторону квартала. Это гостевой дом. Это проезд Лок Витязь называется. С этой стороны у нас тоже Витязь. От Астории разные фермерские продукты есть. Помимо остальных. Вот так же у них сошлочка здесь работала. Вот у нас, видите, чемпионат какой-то по карате происходит. Поэтому здесь так много детей сегодня видим. Именно в таких костюмах. Здесь пересечение мира Южная проспект и Пантос. Там. И поворачиваем по Южному проспекту. Сейчас дойдем до первой столовой. И там уже, ребятки, попробуем продегустируть, что есть. Здесь находится столовая номер один, кстати. Видно, что здесь сухо. Нету, значит, уже такого большого сезона, как был ранее. Слушай, Джаник, а мы, походу, с тобой влипли. Ты посмотри, что там творится. Говорят, вот, всякие противоречивые отзывы об этой столовой. Вы посмотрите, мы по всему Витязю прошли. И нигде не видели такого количества людей. То есть очередь начинается в столовую на улице. Вот это, да, это люди, которые с параллии на параллии идут, друзья. И посмотрите, что происходит. Вот это, да, фантастика. Здравствуйте, ребята. Кто крайний? Здравствуйте. Здесь большая очередь. В смысле, у вас еще? Да. За вами еще стоят? Мы последние. А, ну вот все, мы за вами. Еще раз, как вас зовут? Сергей. И супругу? Саркодака, Саратовская область. Вот, Саратовская область. Саркодак, я только не слышал. Саркодак, я только не слышал. Саркодак, все ваши. Расскажите про свой отдых. Где вы отдыхаете? Мы отдыхаем на Восточной 9. Знаю. С Еленой Владимира. Нам очень там нравится, мы там второй год. Сколько стоит? Две пятьсот. То есть это на двоих? Да, да. А, бассейн? Бассейн, у них там, да. Это прекрасно. Здоровый гор, розы. На море чистую водичку находите? Да, мы любим Витязева. На Тартугу, да. И ездим на Тартугу. Ну, и сегодня даже тут, на Центральном, чуть правее ходите, чистейшее море. На Тартугу там сейчас людей много, нет? Нет, нет, на Тартугу. Нет, нет, на каждый день едите. Пусто даже, это прекрасно. А куда кушать ходите? Куда. В столовую номер один. А, то есть вам в столовую номер один тоже нравится? Да, тоже нравится. То есть вы уже не первый год сюда ходите? Да. Все, отлично. А вот есть некоторый отзыв о том, что тут все плохо, невкусно. Вы с этим согласны, нет? Ну, все по-разному. Ну, на ваш вкус все отлично, да? На Твергу четверку. Вот так и должно быть. Был один с мелки. Иногда. Спасибо большое за ваш отзыв. Вам хороший отдых и приятного аппетита. Счастливо, Василий. От души. Наверное, надо блогер. А, ты что делаешь? Хлеб по 4 рубля. Ты мне взял тоже поднож, Жанин? Все, в общем, приборы мы тут разложили. Они подписаны, если что. Что где брать? Я сухофрукт люблю. Компот 05 за 150, 155 можно взять. Дальше салаточки идут. Тринес 100 рублей. Арбуз за 85, стаканчик. Донат можно взять маленький за 135, тайфаус артиза 200 и пирожные у Сахимити за 150. И вот такие вот пирожные. Здесь есть салат фрунчос с овощами, свеклос с майонезом, из свежей капусты 85, помидор за 85, окрошка на кинфире за 150 и сгущёнка за 30. Мимоза с лососем, Джаник что-то взял. Крабовые с ананасом, греческий салат. Мне вот можно его ставить. Нет, давай от Цезаря. Нет, Цезарь. Греческий мне, бери, да, Джаник. Оливье 150, сельд под шубой за 150. И майонез, сметанная горчица по 30 рублей. Как вас зовут? Борис. Откуда? С Челталмасовского области. А где отдыхаете? А вот на улице Рос, Паварит. И как вам? Ничего, последний день сегодня поезд уже. Ну, расскажите в целом, сколько стоило вам отдых? Ну, за сутки. Три с половиной, десять дней. Вот. Отдохнули, понравилось всё. Море находили чисто? Сегодня не ходили, а так всё нравится. А где питались? И здесь питались. Ну, ваше топ-место, где вам понравилось? Ну, наверное, здесь, может быть, да. Весь удобно по ходу на море, да. Это прекрасно. Спасибо за ваш отзыв, вам хорошо отдыхать. Гороховый есть харчо, солянка, суп лапша. Борщ, борщ 140, суп лапша 130, солянка 230, харчо 150, гороховый 150. Какие не торгуют? И смотрите дальше. Слушай, я вот прям хочу попробовать его шашлык. Вот, не могу, вот кусочек прям. А это, брат, ты шею жарил? Да. Девочка, положите кусок шеи. А мне вот один кусочек вот такой вот. Из свинины 160, нуля-кебаб из курицы 150, куриная грудка за 100 рублей 140 грамм. Вам поменьше, а больше? Ну, средняя, что это, и мне тоже, наверное, один люля. Так, лосось 100 грамм за 300 рублей, форель радужная 100 грамм за 185 рублей, лазанье из курицы 160 рублей за 100 грамм, и бедро куриное 100 грамм за 95 рублей. Также есть разнообразная выпечка, пончик из сгущенка 100 рублей, маффин 100 рублей, курассант на счет 100 рублей, синебон 100 рублей, сосиска в тесте 80 рублей, лов с индейкой 220 рублей. Что? За 100 грамм 160 рублей, поросят. По сторонам длина с синими 160 рублей, котлета с курицей и сыром 150, 100 грамм телетели из индейки на пару 130, котлета домашняя 130 рублей за штучку, я понимаю. Гулявшие с говядиной 100 грамм 170, кефтели 130 рублей, грибы запеченные 100 рублей 100 грамм. Картофель по-деревенски 95, овощи 74 за 100 грамм, запеченные макароны 65 рублей, пюре картофеля 95 рублей, рис 65 и гречка 65 рублей. И посмотрите, ребятки, вот так выглядят гарнирчики. Собственно, очередь так и не кончается. И посмотрите, ребятки, что у нас получилось. Красота. Здесь можно помыть ручки, то есть все хорошо, чисто и прекрасно. Теперь можно приступать еще к еде. Здесь сидят подписчики наши, которые улыбаются нам. Всем желаем приятного. Девочки, ну как вам тут в этой столовой хотя бы? Понравилось, нет? А ребенку? Понравилось все. Тебе вкусно было? Стесняется. Хороший отдых, спасибо большое. Так, ребята, все пусто, прекрасно и классно. Джанни, как тебе? Ребят, супер. Мне очень дошла с половы номер один, которая находится возле параллели. И очередь, очередь быстренько проходит. В плане того, что люди недолго стоят за едой, это классно. Действительно, мне понравилось те блюда, которые я ел. Особенно хочу отметить, мне зашел куриный люля. Это прям очень-очень вкусно было. Необычно везде, где пробовали. Мне кажется, соленоватыми. Здесь было идеально по вкусу. Шашлык тоже классный. Солянка очень хорошая, потому что там не было ничего лишнего. Очень густой, вкусный, классный бульон. Картофель был вот такой пикантный с солью, с солькой съехла. Это тоже придавало свою вкуснятину. И что еще вкусал? Салат очень греческий. Прям понравился, потому что не заветрено, все свежее. Это было классно. И баклажан, он вообще как этот, как десерт у меня зашел. Очень великолепно. Смотрите, людей все больше и больше, кстати, снимается в очереди. Видите, здесь людей еще много стоит. Мы возвращаемся на параллелию. Тут всего лишь 52 секунды надо постоять. Ну, в общем, сезон у нас, друзья мои, продолжается. И не хочет остывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я их за собой всех веду, ребята. Огонь. И мы перешли на ту сторону. Сейчас сфотографируемся. Еще раз можете нам ручкой помахать и сказать, как вас зовут. Это на видео будет у нас. Эдуард. Салат. Итак, друзья, мы добрались до машины. Джаник, тебе спасибо за компанию. Большое вам спасибо за внимание, что смотрели нас. И заканчиваем возле гостевого дома. Порядь. Если что, Джанику пишите, обращайтесь, он вам поможет разместиться в нашем. Видите, телефончик видите на экране. Но сейчас, ребятки, я вам всем говорю, не прощайте, а до свидания. Увидимся в следующем ролике. Подпишитесь на все соцсети и обязательно ВКонтакте пишите комментарии. Это очень важно, чтобы понимание было, стоит ли сюда продолжать монтировать, публиковать видео. Или вам это не надо. И спасибо за ваши донаты сегодня. Все, которые зашли от души, вам было приятно, что захотелось трансляции проводить. Думаю, можно зарабатывать. Если готовы поддерживать донатищем, пишите об этом в общем. И, возможно, мы с вами будем видеться чаще. Вам всем лайк. Пока-пока.